Привет, друзья! Меня зовут Иван Захаренко, и сегодня к нам на обзор попала гитара немецкой компании Baton Rouge, модель L1C Slash D. Поехали! Итак, сама компания Baton Rouge позиционирует данную серию, серию L, как бюджетные гитары для новичков, для тех, кто только начинает свое обучение на гитаре. Но, несмотря на это, сама по себе гитара сделана из очень добротных материалов, и что самое важное, верхняя дека данного инструмента сделана из массива кедра. Для наших широт привычно начинать свое обучение со шпона, со шпанированного дерева. Здесь же уже со старта в самом низком ценовом сегменте идет массив, и это очень здорово. Мне кажется, каждый гитарист хотел бы начать свою карьеру именно с гитары, с массивной верхней декой. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, немного расскажу вам про материалы, из которых выполнен данный инструмент. Как я уже говорил, верхняя дека сделана из массива кедра и покрыта матовым приятнейшим лаком. Вообще, вся гитара матовая, очень приятная на ощупь. Матовый лак позволяет делать вот такие приятные шуршания, имитацию шейкера. Очень здорово. Обычайка и задняя дека сделаны из махагони, красное дерево. Из этого же материала сделан наш гриф, а накладка на него и бридж сделаны из... Авиола? Аван-кол. Накладка на гриф и бридж сделаны из аван-кола. По периметру корпуса идет вот такая прекрасная черная пластиковая окантовка, которая дополнительно защищает наш инструмент от ударов и сколов. Ну и одной из самых отличительных особенностей данного инструмента является вот эта вот часть. Она называется перо. В данном случае она, видите, сделана вот с таким сужением. Такую форму этой части вы можете встретить только в этой серии. Во всех остальных гитарах баттон руш эта часть немножко шире, поэтому если видите вот такое сужение, то знайте, что это та самая серия L. Музыка. 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 Итак, еще одной очень важной, отличительной особенностью данного инструмента является не совсем стандартная ширина порожка. В обычных гитарах типа вестерн она составляет 43 мм, в данном случае здесь 46 мм. Почему вам может быть это полезно? Во-первых, если, предположим, у вас большие пальцы рук и вам тесновато в привычных грифах узких, то этот вариант подойдет идеально, потому что здесь расстояние между струнами немножко шире. Ну и также, если, допустим, вы начинали свое обучение на классической гитаре и привыкли к широкому грифу, а затем захотели пересеть, скажем так, на более узкий гриф эстрадной вестерн-гитары, то это тот самый вариант, когда вот этот переход на эстрадную гитару покажется не таким уж и заметным. Поэтому обратите внимание на то, что гриф немножко шире, и это может стать дополнительным бонусом. Ну вот, кстати, мне, честно говоря, я уже привык играть на стандартных узких грифах, кажется, это широковато. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и по поводу формы самого корпуса я не сказал. Это стандартный классический дредноут, что дает дополнительного басистого звучания, плюс еще в сочетании с кедровой декой, которая также дает низких и средних частот, инструмент в итоге звучит очень мощно, очень тембристо и достаточно глубоко. Поэтому в целом эту гитару можно назвать таким супер классическим дредноутом с кедровой декой, которая идеально подойдет для вашего старта. Ну и не забудьте обратить внимание на очень важную особенность в виде расширенного порожка 46 мм. Это может стать как бонусом, так и важной особенностью, которая может повлиять на ваш выбор. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, это был наш обзор на гитару Baton Rouge модель L1C Slash D. Обязательно напишите в комментариях, как вам данный инструмент. Кстати, возможно, кто-то из вас держал эту гитару в руках. Поделитесь своим мнением, нам будет интересно. Ну и увидимся с вами уже в следующих видео. Всем хорошего настроения. Пока! Продолжение следует...